Роллеры Роллеры, покатушки, фрискетинг, славам, фристайлы, колдуны, слайды. Тема сегодняшнего эфира – роллеры Севастополя. У нас в гостях председатель региональной общественной организации сообщества роллеров Севастополя Савченков Павел и учредитель этой же организации Алла Якунина. Здравствуйте! Культура роллеров сравнительно молодая. Откуда она взяла свое начало и как пришла к нам? Появились ролики вообще еще в 18-м столетии. Их придумал француз. Правда, он забыл тормоз, поэтому первое его катание оказалось эпическим. Он упал в зеркало и немного поранился. Но это не страшно. Потом ролики приобрели большую популярность в 70-е в Америке. Там больше катались на квадрах, называются, ролики, которые стоят в дворе, как советские ролики. На них можно танцевать, делать разные элементы танцевальные. В основном для танцев их используют. И вот недавно сделали уже ролики, которые в ряд стоят. И, в принципе, их можно использовать как для просто катания, так и для разных танцев тоже можно использовать. И, в принципе, как спорт это тоже сейчас очень большую свободу дает. Именно ролики, которые в ряд. Инлайн. Инлайн называется, да. А вот как широко распространено это движение в мире и где оно более всего развито? Ну, вообще, сейчас роллер-спорт приобретает большую популярность по всему миру. Потому что проходят мировые соревнования по разным дисциплинам, которые есть в роллер-спорте. Вообще, основную популярность, конечно, в Америке имеют ролики, потому что там люди делают все, что угодно. На роликах, мне кажется, так же... В Китае еще. В Китае, да. В Китае, да. Китай сейчас это, мне кажется, центр с лалома особенно для роллеров. И, ну, у нас, кстати, мне кажется, тоже есть роллеры, которые даже спят в роликах. А вот кто инициатор этого движения у нас в городе, в Севастополе? И как давно у нас это движение в городе? Ну, движение уже больше семи лет, мне кажется, точно. Потому что вот сколько на набережной катаемся... Ну, я катаюсь меньше, я катаюсь, получается, уже третий или четвертый год, я точно не помню. До... Ну, я шесть лет на набережной занимаюсь этим, поэтому вот я наблюдаю многие роллеры, благодаря мне тоже начали кататься, я видела становление наших роллеров. Ну, вот шесть лет точно нашему роллерспорту, и, ну, как бы, это... Чем этот спорт хорош? Тем, что легко научиться, и все-таки, если вот многие роллеры, они начинают с того, что катаются практически каждый день. И уже через месяц видны очень большие результаты. И поэтому он захватывает этот спорт, потому что ты видишь, что очень быстро начинает получаться такое, что, казалось бы, сначала смотришь, как это вообще возможно, как это люди делают. Вот, поэтому... А скажите, есть ли философия у роллеров своя? Паша, расскажи чуть-чуть. Что самое главное в этой культуре? Достаточно интересный вопрос. Ну, насчет философии не могу говорить, могу сказать, есть скорее идея. Ну, естественно, всем понятно, это здоровый образ жизни. Для того, чтобы человек следил за своим здоровьем, потому что люди очень много проводят времени, роллеры проводят времени на свежем воздухе, соответственно, постоянное движение, постоянные нагрузки. Нагрузки идут практически на все тело. Очень хорошо выравнивается осанка, ну, это есть то, что касается здоровья. Если конкретно по поводу именно философии, если можно так это называть, да, ну, наверное, в Севастополе это больше направлено на общение. У нас очень большой круг людей, роллеров, это от 12 к 9, ну, в принципе, есть и маленькие совсем. Моему сыну, например, 9 лет, он катается уже, ну, точно так же, как и я, получается, 6. У нас есть люди старше, у нас есть люди за 40 катаются, есть люди практически под 60, есть, которые катаются постоянно с внуками, сами приезжают, приезжают с детьми, с внуками, и мы все вместе проводим время, и, наверное, основная задача, ну, это здоровый образ жизни, спорт и общение. Вот я знаю, что у общественной организации сообщества роллеров Севастополя есть своя эмблема. Кто ее разрабатывал и что она означает, где вы ее используете? Эмблему разрабатывал я, она была сделана уже, наверное, около двух лет назад, у нас были очень большие дебаты по этому вопросу, были предложения разные использовать и силуэты роллеров, и какие-то элементы города Севастополя. В итоге решили отказаться от каких-то элементов роллеров, именно в логотипе. И, собственно, что значит логотип? У нас есть, выглядит как щит, на самом деле это колесо, которое сверху обрезается как бы рамой. По центру у нас звезда, город-герой Севастополь, соответственно, памятник затопленным кораблям, один из символов города, ну, соответственно, и сверху надпись сообщества роллеров Севастополя. Ну, а цветовая гамма это уже не принципиально, просто так получилось. То есть вы используете на футболках, да, вот как вот сегодня? Да, у нас футболки, как вы видите, здесь желтый логотип, у нас есть красные логотипы, белые, цвет любой, кто как захочет. По настроению. Кому какой цвет нравится, такой используйте. А вот расскажите, как ваша организация представлена в интернете? У вас есть своя страничка, что можно оттуда почерпнуть, если есть? Значит, да, у нас есть группа ВКонтакте, ну, вк.ком.севроллер, сейчас у нас больше 500 человек в этой группе находится, ну, само собой, очень много людей из других городов. Там мы обсуждаем, какая погода, кто сегодня поедет катать, обсуждаем какие-то новости, очень часто выкладывают юмор различный на роллер-темы, обсуждение деятельности роллеров, мероприятия, то, что будет, если кому-то нужно собраться, поздравления с днем рождения. Ну, то есть, фактически, это неформальное общение идет ВКонтакте, в интернете, которое позволяет всем роллерам постоянно находиться на связи. То есть, если у людей возникнут какие-то вопросы по поводу того, как с вами связаться, где вас найти, поподробнее узнать, можно будет зайти на эту страничку и прочитать, задать вопросы и найти компетентный ответ. Даже нужно. Даже нужно. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, телефон 54-62-72, звоните, принимайте участие в обсуждении, а мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Давайте поговорим об атрибутике роллеров, что на себя включает и без чего не может обойтись ни один роллер. Кроме самих роликов, продемонстрируйте. Самое первое, это, собственно, сам роллер. Безусловно. Это Себа, самая популярная компания по производству роликовых коньков. Существует еще несколько компаний, они у нас не так сильно представлены. Это Powerslide, Rollerblade, тоже хорошие компании. Но это получается из профессиональных, из хороших, самые лучшие. Это модель начальная, из профессиональных, ну, если это можно сказать, профессиональных. То есть, ну, она хорошая, она с хорошей поддержкой. И обычно все роллеры, которые у нас начинают кататься, они сначала покупают недорогие ролики на рынке или в каком-нибудь магазине, раздвижные обычно, начинают на них катать. Через время, когда они понимают, что они уже выросли из своих роликов, им нужна более хорошая поддержка ноги, им нужна хорошая управляемость, они уже покупают ролики более дорогие. А скажите, где можно приобрести ролики, данные защиту? Ну, вот, допустим, данные ролики продаются только в одном месте у нас в городе, в центре, на набережной Корнилова. Там находится прокат роликов, и заодно и продажа роликов, ну, вот, в частности, я директор этого магазинчика. Мы занимаемся только самыми лучшими роликами, потому что, действительно, как бы даже вот деткам, когда покупают, покупают хорошие ролики, потому что покупать сейчас уже с пластмассовыми колесами или просто пластмассовый валенок, который как в тисках, ну, просто это кощунство над ребенком и над любым человеком. Поэтому, конечно же, ну, вот, мечта любого ролера, когда они покупают любые ролики, это севы потом приобрести, чем они хороши, тем, что, действительно, нога очень хорошо закреплена, и она защищена от всяких вывихов, растяжений, это самое важное. Особенно, ну, вот, для детей, допустим, то есть, когда мы предлагаем для детей ролики, я в первую очередь на этом обращаю внимание родителей, потому что, если купить ролики с низким голенищем, то у ребенка ноги все время будут внутрь заваливаться, и с такой стойкой невозможно кататься хорошо. И атрибуты, конечно, настоящего ролера, это не только ролики, но и защита, причем полная. Особенно для детей это актуально, одевать шлем до 12 лет, я советую всегда одевать шлем, то есть на колени защита, на локте и на запястье. Это можно там же приобрести в вашем магазине. Да, это все можно приобрести, мы можем рассказать, как кататься правильно, ну, в общем, еще миссия нашего сообщества, именно научить и привить любовь к ролерспорту с самого детства. То есть у нас детки катаются с двух лет, мы обучаем катанию на роликах, потому что я считаю, что с детства нужно прививать именно любовь к спорту, к активному образу жизни. И для этого, собственно, мы и создали эту организацию тоже, чтобы люди видели, как это интересно и полезно для здоровья, и что действительно всей семьей можно этим заниматься. Поэтому, ну, я как бы всегда за то, чтобы все катались на роликах. Хорошо. А вот кратко расскажите, пожалуйста, у нас пару минут осталось до конца эфира. Есть ли площадки вот в городе для тренировок, где проходят ваши тренировки? Ну, вот это наша печаль и беда, и то, за что мы, в общем-то, боремся сейчас. Единственное место для катания на роликах сейчас – это наша набережная, как раз, на которой мы и катаемся. Единственное, доступное место, я бы сказал. Да, доступное, потому что все, возможно, многие хотят кататься, но, допустим, если за это нужно платить деньги, то это уже ограничивает круг возможностей людей, да, те, кто могут кататься. Поэтому мы сейчас занимаемся вопросом создания роллер-дрома, либо хотя бы площадки, на которой крытые желательно, на которой можно будет проводить занятия. Мы хотим создать роллер-школу бесплатную для детей, для того, чтобы обучать этому виду спорта и его как-то в массы привносить. Вот. И для, собственно, этой же цели мы собираемся проводить различные конкурсы, квесты для детей. Соревнования. То есть мы начнем с квестов для детишек соревнования, а потом уже для взрослых, для тех, кто у нас давным-давно катается на роликах. Да, у нас проводились соревнования уже, у нас были два года назад. Соревнования небольшие, местные. И в прошлом году, в сентябре, у нас проводилось соревнование Первый Севастопольский роллер-фестиваль. На него приезжали люди из различных городов, из Крыма, из Украины, из России. Ну, будем надеяться, что все ваши планы воплотятся в жизнь. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Напомню, вы смотрели программу «Акцент». Эфир же нашего телеканала продолжается. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо.